Великий, гениальный, жизнерадостный, несущий людям свет. Таким запомнился Дмитрий Коган своим поклонникам, коллегам и ценителям настоящего искусства. Знаменитого скрипача, заслуженного артиста России, не стало 29 августа. Он скончался в Москве в возрасте 38 лет от онкологического заболевания. Смерть знаменитого музыканта потрясла весь мир, в том числе жителей Неницкого округа. На сцене Дворца культуры Арктика Дмитрий Коган исполняет знаменитую грозу венецианского композитора Антонио Вивальди. Тогда окружных слушателей потрясло виртуозное исполнение маэстро. Вчера как гром среди ясного неба пришло известие о кончине великого музыканта. Молодой, безумно талантливый и жизнерадостный, ему было всего 38 лет. Как сказал в интервью всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий, смерть маэстро стала трагедией для всего мира музыки. Скоропостижный уход музыканта – большая потеря и для жителей Неницкого округа, которые познакомились с его творчеством благодаря Дням высокой музыки в Арктике. Он был художественным руководителем фестиваля классической музыки. На сцене Дворца культуры Арктика Дмитрий Коган трижды исполнял шедевры Мирового музыкального фонда. КОНЕЦ В прошлом году на третьем фестивале высокой музыки скрипач-виртуоз представил зрителям уникальный мультимедийный проект «Времена года» Вивальди. Произведение великого композитора он сыграл на скрипках величайших мастеров прошлого – Амати, Страдивари, Гварнери, Гвадонини и Вильома. После концерта нам удалось пообщаться с великим музыкантом. Но мне очень приятно, что к третьему фестивалю мы пришли к такой ситуации, что у нас единственная проблема, которая есть, это то, что все желающие, к сожалению, пока не могут попасть на концерты. То есть интерес с каждым годом рос, 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 вот как снежный ком, он накатывался, и сейчас мы получили просто какой-то беспрецедентный результат. Знаете, очень сложно что-то как бы прилепить к шедевру, легче свой создать, да, вот, а вот уже к готовому шедевру очень сложно его как-то улучшить или, не знаю, модернизировать. Но я себя утешал всегда тем, что музыка-то неизменно, а визуальный ряд, он идет, ну, как бы, Вивальди мы, в принципе, нигде не корректируем. Мне кажется, красиво получилось. Красиво творить у Дмитрия Павловича получалось с детства. Он родился 27 октября 1978 года в Москве в семье потомственных музыкантов. И, как говорят критики, был обречен на успех. Уже в 10 лет начал выступать с симфоническим оркестром, а в 15 дал концерт в Большом зале Московской консерватории. Затем ему рукоплескали самые известные залы Великобритании, США, Австрии, стран СНГ и Балтии. Последние аплодисменты великому маэстро прозвучат 2 сентября в Доме союзов в Москве. Там состоится церемония прощания с Дмитрием Коганом. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал СЕР. КОНЕЦ